Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тьфу, низкая зарплата... Тысяча триста сорок чистыми в месяц... Мне не нужна... Я могу со своими способностями в день иметь столько, сколько зарабатываю тут на этой... Тысяча триста сорок... Во-вторых, у них у всех мышление советское... Я так устаю, что мне уже не до чего... Вчера я уже отдыхал после работы, мне уже ничего не хотелось... На гитаре порепетировал и маркетинг-план составил на месяц... По продаже дисков... Я так устаю, что... Пипец, короче... Что делать? Как заработать денег срочно, а? Я вот сейчас смотрю в вебинаре, там снова этот классный мультик... Про водопровод... Хе-хе, классный мультик... Что делать? Как заработать денег срочно, а? Это вопрос... Я себе задаю каждый день... Самое страшное, что на Укрепочте никакой перспективы мне... Стать начальником не светит... Я в первый же день сразу же ставил все точки на «и»... И мне сказали, так как у тебя нет высшего образования... А только среднее, то ты не сможешь возглавить у нас отдел... Хо-хо-хо-хо... Тут Сталина... Одни Сталина, наверное, тут... Что удивляться, управленцы погибели... Смотрят на анкетные данные... Бюрократы хреновые... Пфу на них... Пфу на них еще раз... Пфу, пфу, пфу... Чтоб они, блин, все выздохли уже быстрее... Совки гребаные... А вот управленцы жизни... Это те люди, которые смотрят на твой потенциал... Что ты можешь сделать... Кстати... Я сейчас изучаю книгу... Ну, это твоя вода... И вот это оттуда я все почерпал... Их не волнуют твои корочки... Их можно и купить... Поэтому управленцы жизни... Это будущее... Ну, судя по всему... В Украине... К сожалению... Управленцы погибели... Потому что наша страна... Шейна Мэла, Украина, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Кто бы не пришел к власти, всем пизда, короче. Мой канал, блять, ёб твою мать, сука, нахуй. Что хочу, то и говорю, блять. Ебите в свой рот, сука, совки ёбаные, блять. Тунова. Ту, ту, ту. Чтоб вы уже, сука, вызохли быстрее, блять. Чтоб вас всех посокращали и выстояли, блять, где-нибудь там, сука. Блять, милостыню просили. Пипеть бидоры ёбаные, блять. А ведь я думал, что буду посылки только отправлять и так далее. Так там для этого есть сотрудницы, сопровождение, сучка, блядь, ёбаные сука, ёбаные бляди. Мне предлагали, а это с оружием. Это опытный спец по безопасности, с опытом. Но с оружием я туда и не пойду, что я дурак, блядь, за какие-то непонятные шо тут, блин, стреляют этих дураков, блядь, убивают нахуй и забираются на этой странной корпусе. Что, дурак, что ли? Оно мне не надо за копейки рисковать жизнью, я так и сказал. Вот. Короче, оказалось, тут как в АТБ, ёбаный рот, блядь. Там хоть зарплату платят пять тысяч, ёбаные блядь. А тут за тысяча триста сорок надо ебошить, блядь, вкалывать, сука, нахуй. Такие же точно ящики тягать, как это самое, ну, получается, как это, разрузка-погрузка бытовой химии, продовольственных и непродовольственных товаров тоннами, ёбаные блядь. Мешки с этим, как его, сахаром, там, с мукой, блядь, ёбаный рот, нахуй. Пиздец, сука, это ёбаная, сука, почта. За такие копейки, так, я ж не даун какой-то и инвалид, нахуй, блядь, и эта работа не для меня. Я на ней пока потому, как нахожусь на крысиных бегах. Доходов других нет, эта неделя у меня ещё хуже, чем та вообще. Ни одной продажи, ёбаный рот, блядь, новый ход, сука, сраный, блядь. Чуть спину как ты не подорвал. Ужас какой, это денука, почта и такое. Ну да, СССР ёбаный. Пиздец. Да, пиздец, блядь. А с новой почты, сука, не звонят и дозвониться не получается, всё время занято, блядь. У меня младший тоже хочет сваливать с новой почты. Что, всё-таки правда, значит, там говорят, что вычитают по 400 гривен, каждое место отправляют на 28 складов по Харькову. То есть, получается, поработал, ещё надо ехать, блядь, каждый день, заставляют ехать на склад, людей не хватает, да? То вот Саня когда-нибудь был на улице, Енакиевская. Это хуй знает где, блядь. Я там был в том году, искал объект для собеседования, чуть, блядь, не заблудился, ёбаный в ад. Развернулся и пошёл домой нахуй, блядь. Охуеть, блядь, сука, пиздец. Село, блядь, ёбаная. Погода сегодня классная, чудесная. Не, никогда не был. И нет желания быть там. А погодка действительно чудесная. Да, чудесная. Шепчет, шепчет, шепчет. А как ты очутился наукой почте? Как, как? Через центр занятости. Я нашёл ставка. Тысяча семьсот чистыми по телефону сказали. Я и поехал. Откуда ж я знал, что там склад непродовольственный? Меня обманули наукой почте. Тысяча семьсот чистыми сказали. А вчера я узнал, что это лохотрон. Пошёл разобрался. Да и действительно, раньше были премиальные. И получалось чистыми тысяча семьсот. И даже больше. Когда руччиков было двое, то получали по тысяча семьсот. Когда один, то две триста. И женщины помогают. Там коллектив хороший, но зарплата у них советская. И чёрной нет вообще! Госпредприятия ссоряны. Пфу! Я у них спрашиваю, как вы все живёте на такие деньги? Они сказали, а вот так! Совки, короче, они, блядь. Что сказать? Девки прямо сами ложатся. Мужиков там нормальных, как и я. Нет! Одни алкаши, блядь! Ёбаный рот, сука! Хэ! Хэ! Ха! Гэс! Сэ! Зэ! Ну так понятное дело! Кто за бесплатно туда пойдёт? Хе-хе! Сейчас зарплата две пятьсот, это мизер! А то ещё тысяча семьсот! Охуеть! Я хулее без баяна от таких зарплат! Бля-бля! Хе-хе-хе! Блядь, суки! Как-то так, алкаши, дауны, инвалиды, либо, как я, временно, тысяча семьсот грязными! На Майдан пройти! Нам в день триста гривен платят! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Точно! То в Киеве у нас Майдан забаррикадировали нахер! Ну да, у нас боятся, чтобы объёвку не было! Не поранились! Хе-хе-хе-хе! Тёмка, хоть при работе? Не знаю, контакт, вот, на него, в контакте! Спроси, он в сетях сейчас! Написал! Молчит, как партизан, блин! Может, играет! Он частенько играет, и не слышит! Знаешь, что у него всё хорошо, я рад за него! Ха-ха, хоть у него всё классно! Может, и так! О, давай о хорошем поговорим, а не до дня! В постели пара отдыхает, и тут парень задумчиво так выдает! А знаешь, у нас с тобой, наверное, не любовь! А что? Ну, лёгкий флирт! Она поднимается гневно! Знаешь, ты, дорогой, по-твоему, два месяца в жопу, это лёгкий флирт! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Всё равно не понял, что заменит аккаунты! А вот там ссылка есть! SocService.com.index.php Но она, наверное, платная! Смешно, бля! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Так, друг, ты слушал рассказ номер восемнадцать! В качестве видеоряда я использовал свою видеосъёмку! Подписывайся на мой канал! Каждую субботу тебя ждёт новый рассказ! С моей аудиокниги. Пока-пока.